Роботостроитель Взяться всерьез за пропаганду создания машин с искусственным разумом в нашей стране алматинские изобретатели решили после участия в конкурсе «Робокон». В этом году крупнейший в мире показ робототехники проходил в Гонконге. Казахстанцы на него попали впервые. Нашу страну представляли студенты Международного IT-университета. И хотя о соревнованиях ребята узнали поздно, но с заданием справились. Всего за полгода они создали полноценного робота. Вот в чем был подвиг. За такой кратчайский срок, полгодика, с нуля, вообще ничего нет. Вот такая голова аудитория. Ни молотка, ни гайки, ни болтика. И начать надо делать. Что у нас только было, это наши головы и наши руки. Призовые места Казахстан не занял наши изобретатели и не рассчитывали на это. Ценнее всего для них был приобретенный опыт. Приняв участие в солидном конкурсе, местные кулибины намерены теперь развивать роботостроение в Казахстане. Для этого, по их мнению, необходимо создавать специальные кружки в школах и проводить побольше соревнований. Не обойтись здесь и без участия государства. Элементарно для того, чтобы спроектировать и собрать какой-то робот, нужны элементарные запчасти. Их в Казахстане просто нет. Мы заказывали их по ebay, получали из Америки посылками, их растомаживали очень долгое время. Вы знаете, что такое большое расстояние может прийти брак. Поэтому приходилось нам по два, по три раза это делать. И это очень серьезно останавливает. Во-первых, это стоимость увеличивает, сроки увеличивает. Амбициозные планы молодых изобретателей по превращению нашей страны в мирового лидера роботостроения уже поддержали в молодежном крыле Жасутан. Там уверены, проекты ребят с успехом можно будет применять в автопроме, пищевой промышленности и горнодобывающей отрасли. Накануне инициативу алматинских студентов обсудили на Совете по молодежной политике, прошедшем в Восточно-Казахстанской области. А выработанные предложения направили в госорганы. Мы много говорим о модернизации нашей страны. Если больше у нас будет именно состязательности, больше будет конкуренции, тем лучше будет у нас производиться наша модернизация. Модернизация без инновационных каких-то прорывов, она невозможна. В следующем году алматинские изобретатели вновь готовы принять участие в конкурсе «Робокон», который будет проходить уже во Вьетнаме. Возможно, в ближайшие годы представители передовых стран в области роботостроения соберутся и в Казахстане. Международный IT-университет подал заявку на проведение «Робокон» в 2015 году в нашей республике. Наталья Кутлина, Даулит Кушев, Алматы, Седьмой канал.